Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Сан Йонг Актион. 2012 года выпуска. Двигатель 2 литра, дизель, механика, передний привод. Пробег на автомобиле 104 тысячи километров. Провалилась педаль сцепления. И на стыке коробки с двигателем побежала тормозуха. Это говорит о том, что умер выжимной подшипник. Заказали новое сцепление, новый выжимной подшипник. И сегодня буду его менять. Здесь стоит подрамник. Для того, чтобы снять коробку, нужно снимать подрамник. Но попробую обхитрить, если получится. Подрамник отцеплю, приопущу и попробую сделать на месте. Открываю капот и снимаю все необходимое под капотом. Снимаю аккумуляторную батарею. Снимаю аккумуляторную батарею. Головкой на 12 откручиваю болт крепления батареи. Дисклеймер. Головкой на 6-6 см. Головкой на 12-7 см. Дисклеймер. И снимаю батарейку. Откручиваю воздуховод и снимаю крышку воздушного фильтра. Снимаю разъем. Снимаю разъем. Снимаю разъем. Снимаю комут и отдвигаю патрубок вентиляции. Снимаю разъем. Снимаю разъем. Снимаю разъем. Снимаю аккумуляторную батарею и снимаю процессор. Снимаю корпус воздушного фильтра, чтобы он мне не мешал. Сейчас только посмотрим, как это все крепится. Здесь провода подходят. Поэтому я скидываю. Снимаю. 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 КОНЕЦ И снимаю вот эти два разъема. А, здесь два фиксатора с двух сторон и сзади и спереди. Болт на 12 корпуса воздушного фильтра. Так, здесь он у нас сидит на резинке, получается. Так, у нас здесь на корпусе сбоку подвод. Вот такой вот. Главное, здесь он опускается в компенсатор, а здесь в корпус. Здесь у нас воздухозаборник спереди. Бокус жёстко сидит. Здесь она прикручена спереди под верхней частью бампера. Поэтому снимаю в этих местах защелок. Всё, вот у них три защелки. Раз, два, три. Потом на место защелку. Снизу она сидит у нас на двух резинках. Здесь головка на 14. Снимаю площадку. Так, здесь вот этот кронштейн сниму, подушку отвяжу. Даже этот кронштейн мне не мешает. Так, проводку в сторону уберу. Тоже уберу. Откручиваю патрубок вот этот, от интеркулера. Здесь головка на 10. Так, ну в принципе здесь всё. Хомут здесь снял. Снимаю хомут на турбине. Снимаю рыбку. Так, я уже снял. Добавлю освещение. Снимаю троса, выдергиваю шплинт, снимаю шайбу и поднимаю трос. Второй трос, второй трос. Просто на шарике, наверное. Добавляю шплинт. Совершенно верно, второй трос на шарике. Здесь троса на защелках. Нажимаем. Две защелки и вытаскиваем. Пока увидел, второй болт лежит на коробке. Это болт крепления фиксатора АКБ. Ведь грязный уже, видать, давно убранили его. Сжимаем вот эти усики. И поднимаем трос наверх. Он здесь только краями цепляется. и точно так же второй. Второй менее удобный, но сделать можно. Сначала шевелим одну сторону. Потом вторую сторону все. Троса. Троса цепил. Закрою на турбине, чтобы ничего лишнего там не попало. Вот так вот. Ну что, можно в принципе открутить кронштейн подушки. пока сюда отведу. Вот так вот. Подушка, подушка. Наслаблю гайку. Здесь болт подержу, болт на 17. Гайка тоже на 17. Полностью пока не снимаю. Ослабляю вот этих три болта кронштейна. В коробке головка на 17. Карданчик взял. Так, здесь у нас разъем на датчик. Так, снимаю его. Так, здесь у нас раз болт. Второй болт. За кронштейном. Все равно кронштейн, вот этот на троса кулисы, придется снимать. Он перекрывает болт. А троса все равно надо снимать, потому что трос перекрывает болт крепления кронштейна. И на этот кронштейн идет три болта, головка на 12. Три. Зачем? Болт крепления кронштейна. Так, вот. Болт крепления кронштейна. Головка на 17, но это длинно получается. Три. Три. Удлиненную головку. Три. 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 Нарезал. Три. Ух ты, за тем, это так хорошо. 1 болт 3 steht 1 гряпок 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 Второй болт. Также здесь два болта на 14. Продолжение следует... также нужно снять вот этот кронштейн он нам будет потом мешать двумя болтами головка на 10 прикручен коробки здесь у нас ничего больше нет надо будет уже смотреть снизу где-то у нас еще должен быть датчик скорости подключен теперь я думаю подвесить двигатель а чтоб подвесить двигатель мне надо траверсу поставить а траверсу поставить мне надо убрать вот эти пластиковые накладки вот эти пластиковые накладки здесь по три клипсы с каждой стороны и вот здесь еще так же снимаю со второй стороны для чего мне это надо мне поставить траверсу и поставлю я вот на это место на крыло и поставить не могу здесь стойки и я их сломаю если я упрусь на ней а а у а Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь у нас есть две петли... Вот петля... Сейчас цепляю цепочку и подвешиваю двигатель... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Двигатель подвешен... Теперь я могу открутить подушку на коробке... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... подушка мне не мешает так она и останется на лонжероне ну вроде бы сверху основной я сделал поднимаю автомобиль поднял автомобиль снял колеса снимаю этот пластиковый пыльник с левой стороны также снимаю вот этот пыльник и снимаю защиту здесь все очевидно поэтому показывать не буду такой счастливый и довольный в начале видео сказал передний привод забыл что она полноприводная это автомашина и здесь возник ряд дополнительных трудностей надо снимать сначала раздатку а вот не знаю вот это расстояние от раздатки до катализатора даст ей выйти или не даст ей выйти придется снимать кота коллектор или не придется я думаю все таки они продумали вариант что можно снять но мы будем пробовать никакой информации нет опять же не нашел чтобы именно замена сцепления на 4вд но люди делают как-то буду делать снимаю привода откручиваю подвесной подшипник но перед этим солью масло с коробки и солью масло с раздатки заливная пробка на раздатку вот она сливная здесь ну следовательно сливная на коробке здесь заливная вот она такие вот дела сливая шестигранник на 10 а вот заливная на 17 масло темноватая вы я не сохраняю его я заменю масло здесь немного закручиваю на место пробку заливную просто наживляю а вот эту сливную сразу подтягиваю масло залью уже также с коробки снизу на 22 заливная также на 17 масло темноватое мы тоже его заменим сохранять не буду сливая тут тоже масло стекло закручиваю пробку на место также нижнюю затягиваю также нижнюю затягиваю зверную просто нажимаю откручиваю карданный вал карданный вал здесь головка на 9 нет на 8 сябв их э